Приветствую, Шам. И да, как ты видишь, мы будем играть в The Last Heaven, где нам предстоит выжить в мире постъядерной пустоши. Ну, конечно, не совсем пустоши, но всё же погода здесь аномальная. Да и зомби разгуливают. И да, человечество в очередной раз не придумало ничего лучше, как устроить ядерную войну. Ну а нам только и остаётся, что выживать на руинах того, что осталось. Естественно, добывать себе какое-то пропитание, возводить какие-то сооружения, ну и, в общем-то, пытаться выжить. Поэтому давай начнём новую кампанию и посмотрим, что вообще из себя представляет эта игра. Что ж, смотри, у нас тут разные сценарии игры и есть даже настройки, которые мы можем сделать под свою конкретную игру. Но давай посмотрим, что нам тут предлагается. Лес, деревня и город. Лес, стартовая локация, сельская местность, много ресурсов, плохое вооружение в начале, высокая температура, мало места для строительства. Вроде бы не очень, но при этом пишут, что подходит для новичков. Деревня, много домов, локации, много ресурсов, есть много места для строительства, низкая температура в начале, часть исследований открыта. Ну, вроде бы неплохо, но, опять же, пишут, что это для опытных. Город, много ресурсов, много домов, низкая температура в начале, часть исследований открыта. Ну, я думаю, мы начнём с леса, а там уже посмотрим, как у нас игра пойдёт. Что ж, и вот, судя по всему, наши поселенцы. 18 безработных мужиков на две девушки. Ух, тяжело им, наверное, приходится. Ну, ладно, давай посмотрим, что доступно. Пока что один склад, но как только мы его сейчас поставим... Куда бы его тут поставить? Давай-ка его повернём, наверное, чтобы это у нас было ровно и красиво. Так, и, наверное, вот куда-нибудь сюда. Ребята, вы тут начинаете его строить или как? Так, ну вот, вроде бы там подбегают рабочие и начинают строительство. Отлично. Ну, а мы тем временем можем сделать себе лесопилку где-нибудь... Так, а где у тебя дверь? Слушай, непонятно. Вроде бы как-то вот так она должна быть у нас. Поэтому давай, может быть, её как-то вот так поставим даже. Вроде бы неплохо получается. Ну да. Так. И нам, конечно, нужна будка собирателей. Потому что тут вокруг металлолом всякий, какие-то топливные бочки. И это, по идее, они всё должны собирать и как-то, я не знаю, утилизировать. Либо использовать для дальнейших каких-то построек. Так. И, конечно же, теплица. Теплица будет служить нам источником еды. Ну и с едой, как вы понимаете, у нас главная-главная проблема будет обстоять. Потому что еды не так много в постъядерном мире. Да и теплица у нас не производит постоянно еду. Ну, точнее, не производит её в большом количестве. Поэтому, да, голодать наши жители, я думаю, обязательно будут. Ну, что ж, будем надеяться на лучшее для них. И, конечно, нам нужен научный центр. Потому что, как раз-таки, за счёт него мы сможем исследовать новые постройки. Так, поставим его где-нибудь, пожалуй, вот тут. Так, ну, получается, у нас вроде бы неплохая такая база. То есть, смотри, здесь у нас теплицы, здесь у нас склад, тут у нас научный центр, здесь всякие здания, которые отвечают за добычу ресурсов. Так, а где наши солдаты или кто вообще за это отвечает? Так, не вижу. А, ну вот, собственно говоря, у этого пистолет. Поставим его, наверное, куда-нибудь сюда. Так, у этого тоже пистолет. Ну, как-то мне не повезло, судя по всему. Так, вы вдвоём, пожалуй, отправляетесь куда-то вот сюда. И, пожалуй, вот эти два парня будут стоять вот тут. Да, тут всё-таки и разбойники всякие, и бандиты. В общем, много всего нехорошего, с чем нам придётся столкнуться. Поэтому лучше расставить своих бойцов и надеяться на лучшее. Так, погоди. Они, конечно, все голодные у меня. Но сейчас у нас достроится склад. Погоди-ка. Вот, он достроился. И они буквально все побегут за едой. Вот, видишь. Да, прям как тураканы какие-то сбежались. Ну, в любом случае, что уж поделать. Они хотят кушать, ёлки-палки. Да и домов пока что у нас нету. Доступна только вот такая вот лачуга. И я бы, может быть, сразу исследовал дом, но... Смотри. Предел температуры 0 градусов. А у дома минус 40. Хрена себе, минус 40. Так, дом второго уровня. Двухэтажный дом. Обеспечивает жильём 20 человек! Охренеть не встать. То есть 20 человек вот в таком двухэтажном доме? Ну, да, им наверняка тесно. А это уже какой-то барак. Но при этом третьего уровня. И он обеспечивает жильём 10 человек. Потребляет уголь. И требуется исследование. Проект жилого дома уровень 3. Угу. Ну, хорошо. Сейчас мы достроим тогда. И всё это увидим. Сейчас у нас, как видишь, безработных нету. Все у нас работают. Все чем-то заняты. Так. Давай, может быть, забежим вот в этот домик. Посмотрим, что у нас тут вообще имеется. Так, а поворачивать камеру мы можем? Да, можем. Отлично. Так, ну, смотри. То есть... Тут вроде бы какой-то такой чистый домик. Я не вижу какого-то оружия внутри. Но при этом здесь имеются доски, которые мы, судя по всему, можем собрать. Так, и вот какой-то пакет с полимерами. Я не знаю, он, конечно, может его подобрать, не может. А, нет, смотри. Может. Научный центр построен. Отлично. То есть вот. Как видишь, это у нас окно исследований. И мы можем начать политику, строительство, либо научные знания. Разведка. Представляет доступ к глобальной карте. Угу. Слушай, ну... Репрессии. Эшафот. Проект тюрьма. Пытки. Проект центра пропаганды. Почему политика такая жестокая, люди? Останавливайтесь. Проект фабрики. Ну, знаешь, вообще, в принципе, можно было бы действительно делать дома. Они довольно быстро открываются. То есть нам нужно, смотри, отопительные печи открыть. И после этого у нас открывается проект жилого дома. Либо пищевые добавки. В принципе, пищевые добавки, наверное, это не так плохо. Специальные пищевые добавки увеличивают калорийность пищи на 20%. То есть они потребляют меньше еды. Я так понимаю. И это довольно круто. Так что давай, наверное, будем исследовать сначала научные знания, а после продвинемся к пищевым добавкам. Так. В принципе, план у нас уже какой-никакой есть. Вот у нас тут теплицы есть. Это что, у них клубника какая-то растет? Слушай, а так даже и не скажешь. Какая-то ягода или что это? Постъядерная ягодка. Так. И вот у нас лесопилка. Судя по всему, они вот так уже забегают. Ну, тут у них, конечно, много всякого металла. Камни тут всякие. Давай, может быть, сделаем камни-дробилку. Конечно, здание довольно большое. Но ничего не поделаешь. В любом случае, давай, может быть, где-то поставим ее. Я даже и не знаю. Тут даже места у нас и нету. Так. Было бы неплохо срубить часть вот этих вот деревьев. Слушай, ну давай подождем. Может быть, действительно, они их срубят, и мы уже поставим на этом месте какую-то постройку. Потому что сейчас это довольно тяжело сделать будет. Так. И у нас тут есть еще ферма. Как ты видишь, некоторые постройки у нас не переведены. И, судя по всему, либо это новая постройка, либо, ну, либо у нас перевод вот такой вот корявый. Ну, что ж. Это у нас ферма, которая требует двух рабочих. Ты можешь добыть мясо и свиней. Четыре свиньи максимум для этой постройки. И ты можешь купить свиней от торговцев. То есть у нас тут еще имеются и торговцы. Так, понятно. Что ж. Смотри, а может быть, нам еще одну теплицу. То есть у нас будет много теплиц. Прям очень много теплиц. Либо нам сделать, опять же, вот так мы, по идее, можем развернуть ее. Да, смотри, она помещается. Правда, я не знаю, конечно, как они будут пробегать. А, у нас тогда будет очень и очень тесно. С другой стороны, в тесноте, да не в обиде, наверное. Ну да, давай. Хотя им придется пробегать постоянно через камни и дробилку, чтобы попасть на лесопилку. Но все же, как-никак, у нас тут сыровые условия. И тут еще зомби должны разгуливать где-то. Так что давай, наверное, как-нибудь их сделаем максимально близко друг к другу, чтобы они у меня не разбегались. И при этом солдаты у нас отстреливали непрошенных гостей. И, к слову, об этом давай, может быть, проведем разведочку тут у нас. Как видишь, два домика есть. Так. Ну, этот, судя по всему, пустой. А, есть топливо. То есть мне нужно просто кликать на какие-то ресурсы. И они... Ох ты ж, еб... Что, 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 что? Где стрельба? Кстати, должен сказать, что стрельба здесь сделана очень-очень хорошо. Опа. То есть вот. Зомби. Ага. Да, это зомби. Сперва, если честно, по трейлеру я подумал, что тут нету никаких мутантов или чудовищ. Ну и зомби включительно. Но... Да. Потом он убедился, что это не так. И он не попадает ни в какую по этому зомби. Поэтому давай, может быть, его подпустим. Как-нибудь к себе. То есть пускай, наверное, они... Подожди, а тут можно еще им сказать... Сесть, лечь. Давай они, наверное, лягут. И займут лучшую позицию для стрельбы. Тихо, тихо, тихо. Ты попадаешь? Да, попадает. Отлично. Так, ну у них вроде бы улучшилась точность. А это еще кто? Привет. Несколько людей хотят присоединиться к вам. Принять беженцев, либо отказать. Слушай, ну... Сейчас, конечно, у нас не так много еды. И, судя по всему, будет ее еще меньше. Но давай попробуем их принять. Посмотрим, что вообще у нас из этого выйдет. Так. Научные исследования завершены. Давай тогда изучай. Добычу питания. То есть не добычу питания, а пищевые добавки. Которые позволят нам потреблять меньше пищи. И после мы уже изучим теплицу второго уровня. Либо можем пойти на домики. Ведь сейчас они, по идее, спят на улице. Либо вот в этих руинах. Я даже не знаю, где они спят. Так, ну ладно. В любом случае, это не повод для гордости. Поэтому давай, может быть... А, сейчас где у нас другие бойцы? Они где-то тут, кажется, были. А, они убежали покушать. Понятно. Так, ребят, ну... В принципе, у этого УЗИ. А у этого... Ага. У этого какой-то пистолет с глушителем. Так. Отлично. Жалко, конечно, что у них у всех одинаковые иконки. На жителей мы уже не можем навестись. А у солдат у всех одинаковые. Конечно, не хватает какой-то индивидуальности. Или, знаешь, как в тропе, как где-то нажимаешь. И там показываются мысли этого жителя. Было бы прикольно. Там что-то вроде... Я задолбался отстреливать этих проклятых зомби. Так. Подожди. А у вас же было больше. Куда делся второй? Так. Я надеюсь, что все спокойно. А ты можешь его как-то подпускать или... Тихо, тихо, тихо. Ну, сохрани это ты патроны. Так. Ну... Слушай. Ох ты же. Ёлы-палы. Смотри, тут еще и животные какие-то. Так, так, так. А что у тебя вообще тут? У тебя какой-то револьвер. Давай, может быть, вы как-то... Ну, я не знаю, сгруппируетесь. Господи. Какой же он косой? Ты по-по-своему не попади-то. Так, 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 так. Отлично, отлично. Давай, отходи, отходи. Ты, может, вообще ляжешь? Так, ну... Ну вот, попал наконец-то. Слушай, какие же они косые с этими пистолетами. Я, кажется, не понимаю. Может быть, как-то вам сказать можно, чтобы вы стреляли более точно? Так, нет, нет, нет. Такого тут нету. Ну и, судя по всему, огня по своим здесь также нету. То есть спокойно он простреливает через него. И ему хоть бы хны. Так. Да, ну, кстати, вот звуки стрельбы и след от выстрела вроде бы довольно реалистично передан. Я, конечно, в этом не спец. Но, как по мне, показано неплохо. Для какого-нибудь колони survival вообще отлично. Так, ну что ж. Давай, может быть, что-то построим. Что у нас тут имеется? А, это ёлки-палки. То есть теплица второго уровня – это другая постройка. Я думал, мы можем её как-то улучшить. Хотя нет, смотри. Требуется исследование. Улучшение для здания печки. Так, а что это за печки такие? То есть тут 28 часов он будет исследовать. А, вот они, отопительные печи. Повышает эффективность обогрева жилья на 10%. То есть всё, что я могу – это увеличить обогрев нашей теплицы. И всё. То есть сделать из первого уровня теплицы второй я, суть по всему, не могу. Ну что ж, будем знать. Если что, мы можем демонтировать и уже на этом месте поставить себе новую теплицу. Так, я надеюсь, они на лесопилку, как-то им получается заходить. То есть вот, они, видишь, через камни-дробилку. Да-да-да. То есть они пробегают камни-дробилку и попадают уже на лесопилку. Тут нету какой-то невидимой стены. Они вроде бы всё спокойно оббегают. И, судя по всему, через стены постройки они тоже не бегают. Что довольно прикольно. Ну, да, конечно, бегают через дверь, но это уже мелочи, знаешь ли. Так, а что у нас тут? Так, и судя по всему, солдаты у нас получают уровни. То есть, смотри, это у нас первого, этот первого. Кажется, а ты ещё кто? Это ещё жители? Один из наших людей слышал о небольшой группе выживших возле нашего лагеря. Мы можем отправить экспедицию. Отправить три человека, отправить два человека, игнорировать. Ну, давай, наверное, отправим три человека. Почему бы и нет? У нас жителей довольно много, поэтому, я извиняюсь, если кто-то из них всё-таки пропадёт, то это будет не так страшно. Меньше человек кормить. Так, а тем временем мы тут добываем полимеры. Полимеры, полимеры. Так, кто-то стрелял? Да нет, вроде бы всё спокойно. Отлично. Так, ну давай тогда, может быть, что-то построим. Что у нас тут есть? Лачуга. То есть, вот такая вот лачуга. И можно было бы, конечно, сделать их в ряд вот тут. Либо какой-то жилой у нас уголочек был бы. Где-то, 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 где-то здесь. Ну, либо на дороге. Ну, лучше, конечно, поближе к нашему... Так, погоди-ка. К нашему производству. Так, а сколько он ещё будет исследоваться? 14 часов осталось. Давай, может быть, мы как-то промотаем. Еды, вроде бы, нам сейчас хватает. То есть, да, они большую часть потребляют, но также остаётся ещё немного. Ну, возможно, это только благодаря тому, что мы отправили 3 человека ещё в экспедицию. И нам кормить теперь меньше людей надо. Так. И да, как видишь, у нас ещё 9 безработных. То есть, 9 человек. Так, это, судя по всему, какой-то радиоактивный дождь, да? Так. Я не знаю, конечно, но... Судя по всему, да. Кстати, мы же не заходили в этот дом. Давай посмотрим, что тут вообще имеется. Какая-то электроника. О, ФАМОС! Так, давай тогда этот автомат. Так, и ещё по 90. Отлично. А взять это оружие ты не можешь? То есть, смотри, у нас есть на выбор УЗИ, и тут везде пишется точность. И, кстати, разный урон у них. Так, ну, самый точный это вот эта вот берета. У этого 25. А, он относит оружие на склад! Понятно. Так, и... Слушай, а может быть, мы просто не увидели где-то оружие? Да, смотри, тут у нас берета есть. Так, и тут... Это какой-то кабан или что это? Так, тихо, тихо, тихо. Кабаны же, они агрессивные, да? Ну, наверное, да. Так, тихо. То есть, он как-то сейчас выходит из здания? Да, он, судя по всему, агрессивный, но довольно медленный. Да, господи, он же перед тобой! Так, отлично. Понятно, и зомби у тебя в приоритете. И, судя по всему, кабанам просто насрать на зомби. Он вот как шел к моему, так и идет. Так, и, судя по всему, он там один не справляется, поэтому, может быть... Ребят, как-то поможете, нет? Так, так, ты, 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 оп! Ему кажется, кто-то помог. Так, давай ты поближе, может, подойдешь как-то. Так, этот раненый у нас. Тихо, 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 тихо. Ну, ну, ну! Так, ел мою, что же вы такие косые? Ладно, отбегай, отбегай, отбегай. Этот пускай поближе будет тогда. У него сколько точность? 23. Так, попал наконец-то. Может, они просто не прокачаны у меня? Поэтому и такие косые. Так, все. Пускай они тогда тут стоят и как-то там разбираются. А что у нас с исследованием? То есть, смотри, мы уже исследовали свою пищу и можем заняться строительством. Либо теплицей второго уровня. Ну, я, наверное, все же... Хотя, знаешь, все-таки еда, мне кажется, должна у нас быть в приоритете. Теплица, потом проект кухни. Затем теплица у нас третьего уровня. И алкоголь. А затем похлебка открывается. Ой, ну, знаешь, вообще, в принципе... Нет, начнем, наверное, с отопительных печей, потому что хоть у нас с температурой вроде бы все нормально... Ну, ладно. Исследуем строительство, а там уже посмотрим. Пока что у нас вроде бы дела обстоят очень даже неплохо. То есть, вот у нас военные наши. Так, и это, судя по всему, разведка у нас. Наш лагерь забрел купец. Вы хотите с ним торговать? Да, давай, почему бы и нет. Смотри, у него есть броня, или это у нас? А, нет, смотри, это вот, получается, наша на складе. А это то, что у него. У него есть какие-то бронежилеты. Немного газовых масок. Оружие. Так, и оно, конечно, довольно дорогое. А сколько у нас всего денег? Тут просто не пишется количество... Не знаю, можно было бы, конечно, продать ему гранат. Какого черта? Давай продадим действительно ему гранаты. Гранаты. А себе попробуем купить немножко... Немножко-немножко супа. Вроде бы довольно дешевый, поэтому почему бы и нет. Так. Двадцать супа. Двадцать супа вроде бы звучит вполне себе неплохо. Давай тогда так и сделаем. Хотя можно было бы купить какое-то оружие, но оно довольно дорогое. То есть да, можно было бы продать свой револьвер за 145 и купить еще больше похлебки. Но по идее нам же и как-то отстреливаться нужно от противников. Так. А что у тебя тут осталось? Или ты собрал все оружие? Ребята, давайте на вас вся надежда. Ну вот тут, конечно, мы особо тщательно не всматривались. И да, у нас тут какой-то автомат есть. Так. И это, судя по всему, все у нас тут. Больше я ничего такого не вижу. Так, а у вас там постройок никаких нету? Помимо зомби. Помимо зомби я ничего не вижу. Так. Давай тогда посмотрим, что у нас тут имеется. Тихо-тихо. Ну можешь встать уже и пробежать немного. Так, ну... Нет. Здесь мы, судя по всему, все уже собрали. Конечно, можно было бы подняться повыше и посмотреть какие-то возможные постройки там. А, нет. Пистолет мы не подобрали. И, судя по всему, это все, что у нас тут имеется. Ладно. Давай тогда, может быть, что-то построим новое. Что у нас тут? Возможно. Простейшее жилье. Лачуга. Оно требует 75 дерева. Ёлки-палки. 75. Это, кстати, довольно много. 15. 15 металла, 5 пластика и 20 древесина. Ой, то есть 20 камней. Да. Ну, пускай они пока что у нас на улице поживут, а мы тем временем... А, что же нам тут делать? Еды им, судя по всему. Немного не хватает. Ну-ка. Какое-то событие у нас в теплице. Что-то мне это не нравится. Один из жителей просит отпустить его. Отпустить и дать еды. Либо запретить ему. Ладно, пускай и уходит. Мы получим тогда немного стабильности. У нас просто много жителей. И я не считаю, что мы как-то потеряем от этого что-то. Так. Вот мы можем, кстати, назначить рабочих. И я только сейчас это заметил как-то. Но в любом случае исследование у нас идет. А это, пожалуй, самое главное. И у нас 5 человек сейчас не работает никак. Кстати, может быть, у нас тут даже оружие имеется какое-то. Смотри, полимеры. И, судя по всему, это у нас... А, еще полимеры. Да, судя по всему, это у нас все. Что-то имеется. Так, ну давай тогда посмотрим, что у нас тут в будке собирателей есть. Выберите ресурс. Ну, давай, наверное, пока что мы будем получать полимеры. Либо вот эти топливные баки можно было бы собирать. Но нет, нет. Металла у нас пока что много. Пускай они добывают полимер. Так. По исследованиям вроде бы мы могли бы выйти сразу на отопительные печи. Но я не уверен, когда у нас вообще начнется. И начнется ли зима? По идее, должна быть. Но как скорой, я даже и не знаю. Так, этот пока что у нас там стоит. Со своим автоматом. Этот у нас с УЗИ. Давай он, наверное, займет лежачую позицию. Так. Исследование завершено. О, а это значит, что мы можем сделать печки. Повышает рабочую температуру минимум минус 20. То есть в теплицах мы можем сделать так, чтобы они у нас до минус 20 как-то держались. Так. Либо, либо, либо можно было бы через отопительные печи перейти на проект жилого дома. Ну, смотри, что теплица у нас 72 часа будет как-то исследоваться. Что вот этот вот жилой дом. Давай, наверное, мы все-таки... Хм... Наверное, начнем с теплицы. Хотя нет, нет, нет. Все-таки, мне кажется, лучше начать с отопительных печей. Потому что сейчас, наверное, им не нравится жить на улице. И они уже поэтому хотят как-то уходить из нашего лагеря. Так что... Да, кабанчики. Кабанчики, из которых, судя по всему, нельзя добывать пищу. То есть мы их просто так расстреливаем и тратим на них патроны. Это не очень хорошо. Так, я, конечно, не знаю, сколько у них всего патронов. М1. А, то есть ему нужны боеприпасы типа 1 или как? Давай сейчас посмотрим, что у нас с автоматом. Да, тут смотри, уже нужны боеприпасы типа 2. То есть пистолеты у нас используют боеприпас типа 1. А все винтовки и, возможно, дробовики используют боеприпас типа 2. И, наверное, какие-то снайперские ружья и все в этом духе уже третьего уровня используют. Так. Этот у нас пока что ранен, но вроде как держится. Пускай, наверное, там пока остается у нас. Событий вроде пока что у нас нету. Давай, может быть, промотаем время. И тем временем вернулись наши люди с задания. На месте поисков ничего не оказалось. Ну, зато какое-то время их не было. И у нас было плюс в плане пищи. Сейчас у нас они вернулись и у нас минус. То есть медленно, но верно мы потребляем всю свою пищу. А это очень даже нехорошо. Так что давай, может быть, мы сейчас доисследуем отопительные печи и после сделаем теплицу второго уровня. Я думаю, на теплицах второго уровня мы могли бы остановиться и уже как-то... Я не знаю, заняться постройкой домов, потому что, наверное, нехорошо жить на улице. Так. Дом первого уровня, дом второго уровня, дом третьего уровня и дом четвертого. И казарма. Дает доступ к созданию боевого отряда. Потребляет уголь. Отрядом можно управлять вручную. Вы можете построить не больше четырех казарм. Ага. Понятно. То есть в некоторых тут... Смотри, а тут предела нету. То есть можно сколько угодно сделать теплиц с первого уровня. Но я так понял, что они выйдут из строя, когда мы... Так, там кто-то кого-то бил? Или мне показалось? Погоди-ка. Ты елы-палы. Ты издеваешься. Так, займи сидячую позицию. Ну-ну. Давай, еще один раз. А, все. Он его расстрелял. Ну, смотри, тут у нас какая-то башня есть. И это, судя по всему, еще один кабан. Так, а ты что вообще с другого в конце карты стреляешь по этому кабану? Хотя, с другой стороны, тут у нас домик есть. Давай, наверное, заглянем туда, что там вообще имеется. Так, а там имеется два кабана. Не очень хорошо. Давай, может быть, как-нибудь... У-у-у. Сейчас. Погоди-погоди-погоди. Стреляй, стреляй, мужик. Давай-давай-давай. Я их пока отвлекаю на себя. Так ты что-то подожди... Что ты будешь делать? Все, он его, кажется, убил. А, и еще третий кабан. Ну, сколько тут этих кабанов? Это уже четвертый получается. Так, ладно, давай тогда заглянем в домик. Так, что у нас тут? Дерево, дерево. И вроде бы немножко пластика. Ну, полимеров. Так, а это все? То есть ни тебе пистолетов, ни ружей? Эх ты, ладно. Мародеры забрели в нашу деревню. А, они требуют отдать им боеприпасы. Как нам поступить? Так, пятьсот патронов! Да хрен вам! Давай попробуем с ним сразиться. Ну, пятьсот патронов это довольно много, учитывая, что на нас нападают постоянно зомби. Так, тихо. То есть вот у нас там зомби, а там бородеры. Ребята! Давайте все как-то собирайтесь в кучу, потому что нам нужно сейчас будет отстреливаться от них. Так. Тихо. Вот, вроде бы мы собрали своих людей. Там, конечно, у нас зомби идет. Опа! Смотри, этот парень у нас уже второго уровня. Так. Ну, что ж, больше шансов, что мы все-таки убьем этих мародеров. Так. Они пока что еще в той стороне. Давай, давай. Беги скорее. Вроде бы мы собрали всех своих людей. Поэтому давай, может быть, попробуем как-то выйти. Либо займем вот эту вот позицию. Как только они до нас дойдут, мы их сразу расстреляем. Так, ребят. Давайте. Как-то присядьте. Спасибо. Да, они, видимо, уже совсем тут близко. Стой. Сейчас они, вроде как, должны выйти вот примерно в этой. С этой стороны. Вот. Бежит один. Так. Тихо, тихо. Кто-то гранаты использовал. Да елки-палки. Так. Ну, пока что у нас немного странно получается их убивать. Зачем-то он потратил гранату. Так, ох ты ж, еллы-палы. Так. Кого-то убили. Это, конечно, не очень хорошо, но... Во всем остальном у нас, вроде бы, получается их расстреливать. Да, мы потеряли одного человека, но... С другой стороны... Ты живой? Так, давай, отходи. Отходи, отходи. У него совсем не осталось жизни. Так. Пускай, наверное, вот этот мужик выходит. Ах ты, падла, в спину меня стрелял. Так, ну, вроде бы, разобрались. Давай тогда поднимем все оружие, что от них осталось. И, кстати, довольно круто, что нам дают возможность собрать с них вооружение. Так. То есть, и у нашего погибшего бойца что-то осталось. И, конечно же... Так, тихо. А кто стреляет? А, елки-палки, они со всех сторон идут. То есть, и снизу, и сверху. Так, и что нам делать? То есть, у нас бандит только один остался, я надеюсь. Ой, ребята. Ой, ребята. Так, начинают расстреливать наших... Да, жильцы просто стоят на месте и ничего не делают. То есть, они даже не предпринимают каких-то попыток скрыться от вражеского огня и просто стоят на месте. Ну, в смысле, наши безработные. Но, в любом случае, мы потеряли двух человек. Конечно, это не очень хорошо, но в любом случае, мы... Мы справились. Как-никак мы справились. Здесь у нас появилось новое оружие. Да и старое никуда не делось. Так что, да, надеюсь, что в скором времени у нас получится сделать барак и сделать новых бойцов, конечно же. Так. Да и с едой надо решать вопросы. Так, тут вроде бы у нас должен был быть какой-то пистолет еще один. Давай посмотрим. Ну, вроде бы как, я ничего не вижу. То есть, одного мы потеряли. А, другой погибший у нас был где-то вот в этой стороне. Если я не ошибаюсь. Слушай, ну, вроде бы мы все собрали. То есть, все пистолеты и другое вооружение, которое тут у нас было, мы подобрали. 78 патронов. Так, вот тебе берета. Отлично. Конечно, не знаю, может быть тут как-то, возможно, все это подсвечивать. Давай посмотрим, что у нас тут за событие такое. Один житель рассказал о погребе с едой в двух километрах от нашего лагеря. Ну, давай тогда отправим трех человек. И пока они идут на... Блин, скид... Нет, 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 ребята! Наших пожирают! А, нет, смотри, он справился. То есть, судя по всему, он зарезал как-то этого зомби, но при этом его, наверное, как-то инфицировали. Поэтому давай, может быть, мы... Встанем вот в той стороне, чтобы к нам никакой зомби не подбегал. Оставим этих в этой. Ну и, конечно же, наверное, кого-то поставим вот тут. Так, вроде бы все проходы мы закрыли. Так что мы сейчас... Молодцы! Так, камни-дробилка. Все у нас тут собирается, все исследуется. И тем временем мы можем построить свой первый дом. Если, конечно, мы его исследуем. Так что... Да, хоть у нас и были потери среди солдат и мирных жителей, но, как-никак, жизнь продолжается. Ну и... Я надеюсь, это не мародеры. К нам пришли беженцы. Они просят предоставить убежище. Знаешь, с одной стороны, я как бы не против, но у меня как бы с едой не все хорошо, и... Я даже и не знаю. Наверное, не стоит, потому что... Сейчас мы не сможем их прокормить. А это еще кто? Что у нас за событие такое? От дровосека. Один из наших людей выглядит больным. Возможно, он просто простудился. Как нам быть в этой ситуации? Выгнать из поселения, при этом потеряв стабильность. Либо игнорировать. Давай попробую игнорировать. Вроде бы стабильности у меня сейчас довольно много. Надеюсь. Так. И также у нас всего семь бойцов. Так, пускай, наверное, этот у нас вот тут. Стоит. Так. Этот, наверное, пускай остается вот здесь. Этот вроде бы удачно стоит. Что ж. Опа! Кто-то начал стрельбу. А, ну, конечно же, зомби. Куда же без них. Давай тогда он, наверное, как-то будет вести огонь. Так. Отлично. И тем временем мы следуем. Осталось 62 часа. Что ж, давай попробуем как-то перемотать и посмотрим, что из этого всего выйдет у нас. Что ж, прошло не так много времени. Ну, или много, я даже не знаю. Тринадцатый день и начинает как-никак холодать. И как ты видишь, у нас все же доисследовался проект жилого дома первого уровня. А это значит, что нашим жильцам наконец-то не надо жить на улице. А у них вот такие вот красивые теплые дома, которые вмещают десять человек. И, знаешь, снаружи он выглядит очень даже симпатично. Я бы сам не отказался в таком домике пожить. Хотя внутри наверняка это какой-то барак, учитывая, что там вмещается десять человек. И, в общем, я не знаю, у них там у каждого своя кровать или какие-то спальные мешки. Но, в любом случае, им, наверное, там тесненько внутри. Так, и у нас еще построился вот такой вот дот. То есть мы можем поставить туда... Так, погоди-ка, давай про него прочитаем, что это вообще такое. Позволяет разместить двух бойцов на оборудованной позиции. Защищает от осколков и пуль. Низкая защита. Так, ну что ж. Мы тогда можем поставить действительно туда своего бойца. И надеяться на лучшее. Так. Где у нас тут? Вот этот ранен, кажется, был. Давай тогда его тоже туда поставим. А ты у нас что хочешь? Один из жителей просит отпустить его на поиски своей собаки. Отпустите дать еды. Давай отпустим. Может быть потом вернется с ресурсами, кто знает. Что ж, а на этом, пожалуй, будем заканчивать. Если вам понравилась игра, то ссылка на игру будет в комментариях под видео. Ну а на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте оставлять комментарии. Пока-пока и до скорого. Берегите себя и своих близких. До скорых.